Мы с вами посмотрели, откуда дрется позвоночник, зачем он дрется, что дает этот новый вариант конструкции, и по какой причине, если уж возник позвоночник, то происходит обязательное совершенствование нервной системы. Из нервной трубки возникает спинной и головной мозг, разобрались с тем, какая часть тела называется голова, и у всех позвоночника голова, разумеется, присутствует. А теперь возвращаемся к нашему примеру с автомобилем. Вот смотрите, мы на автомобиль поставили мощный мотор, он может быстро двигаться, и хорошее управление. А если вы не заправите, он поедет? Нет. Так. А хватит ли энергоресурсов, которыми обходился менее мощный предшественник? Не хватит. А это значит, на языке биология. Какую систему надо совершать? Прещалительную. И возникает уже не вот такая фильтрационная трубка, как у ланцетников, а вполне разбитая на отдельные специальные участки длинная пищеварительная труба. Впервые появляются такие биотелы, как ртовая пустя. У ланцетников что-нибудь похоже на ртовой пустя? Было ли у него? Нет. Ничего подобного. За ртовым отверстием сразу что начиналось? Как? Голдка. Какая ртовая пустя? Никакой ртовой пустя. Возникает ртовая пустя, затем голдка, а затем совершенно новый отдел, которого у ланцетника тоже не было. Пищеварительная. Попробуем разобраться. Про пищеварительная, наверняка все слышали. А вот зачем он нужен? Ну, чтобы передалка проходила, но без два лёгких оси. Вот у нас ланцетник, да? Помните, я говорил, что самая сложная штука, которая у него есть, это кровеносная система. В детали кровеносной системы союзникать не будем. У нас нет необходимости сейчас такой. Достаточно честно сказать, что отработанная кровь от всех органов совершенно приходит вот сюда, вот в эту точку, вот эти сосуды, которые несут кровь в эту точку. Это место сбора отработанной крови. Отсюда начинается одна единственная труба, которая проходит по волкой, вот так. Вот это название лучше запомните. Это главный сосуд всех органов, и наши с вами в том числе, брюшная аорта. А дальше? Помните, что волка древая? А где находится соответствие в стенках волки? В боковой стенках. Совершенно озерно. Значит, волки, а как называются? Жаберающие. Ну, 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 ни в коем случае не ползут. Щели. Поничненькие щелочки, через которые даже одноклёдочные не провязывают. Их больше стопор. Ну, всем не рисовать лень. Так вот. А брюшная аорта. Отходят веточки артериальные, которые проходят по стенке, вот так, между жаберных щелей. И поднимаются в сторону спины. Вот так. Все такие ветви у меня рисовой грени. Чтобы вам было понятнее, Сейчас покажу, как это хозяйство будет выглядеть на поперечном срезе. Не на боковой картинке, а на поперечном срезе. Берем вот тело ланцетника. Вот здесь лодка. Под лодка идет одна труба. А в стенках, вот так, лодки, Вверх поднимаются Отводящие трубы. И важная штука. Скажите, а вот здесь, вот вверху, Сколько принимающих труб? Внезапно. Вот она. А вот здесь вверху сколько? Две слева и справа. Значит, на самом деле, там, в глубине, За доской, За плоскостью доски, Идет вторая. Принимающая ровно такие же сосудики с другой стороны. Сразу заглоткой они слились И образовали главный сосуд спины, Который будет называться спинная орда. Скажите, пожалуйста, Судя по этой схеме. Область на орде. Куда течет кровь? В какую сторону? Ко в голове или о головах? Ко в голове, совершенно верно. А по спинной аорте? Не по спинной аорте. Вот головы. Вот как раз от спинной аорты, От корней спинной аорты Будут отходить все артерии, Которые разносят кровь по телу. И потом, конечно, Материат строится отсюда. Но вверяка ли мощность У мусплотур ланцетника? Нет. Нет, не вверяка. Можется работать с низким КПД. Мощность очень не вверяка. И в результате Достаточно даже Такого вялого потока крови. Поэтому, как это не удивительно, Кровеносная система у муансетника есть, А вот сердце нет. Почему? Тогда кровь все-таки движется. А вот в начале Каждого вот этого сосудика, Как называется, Жаберная артерия. Стоит такое же Красное устройство. Когда вы чистите зубы, Зубной пастой, Чего вы с тюдиком делаете? Сдавливаете. Сдавливаете. А вот это у нас Дальние что делает Зубная паста? Ну, по-моему, Через отверстие выходит. Классно. Вот у вас Начало Жаберная артерия. Вот это брюшная орг. Вот начало Второй жаберной артерии. А вот здесь Вот вокруг жаберных артерий Лежат кольцевые мышцы. Вот так вот Колечки Мышечные. Что будет с кровью Жаберная артерия, Если сначала Сократится Первое колечко, Потом второе колечко, Потом третье, Потом четвертое, Потом пятое. Она пойдет наверх Круга. Так? А потом Пятое колечко Осталось сокращенным, А все остальные Открылись. Что сделает Кровь из брюшного органа? Смотрите, Вот эти колечки Открылись, Значит сосуд Расширился В этом месте. Там давление Вышено, Часто идет. Кровь из брюшного органа Вошла сюда. После этого Опять Сокращается Первое, Второе, Третье, Четвертое, Пятого. И очередная Маленькая Порция крови Вверх. Вот так Пульсируют Все основания Жаберной артерии. И это Ухватывает. То есть У ланцетников Настоящего сердца нет. А теперь Позвоночное. У них повысилась Мощность мускулатура. Какой надо Потоп крови Посылать теперь Коконам? Большой. Большой. И вот здесь В этой точке В точке Встречи всех сосудов А название Лучше запомнить Венозный синус Венозный синус А синус Это что такое? В биологии Синус Это любая полость Между органами То место Где органы взяли Раздвинулись И возникла Некоторая полость Так? Причем Это именно Не охоженная Полость То есть Никакой специализации Стенок Там не было Просто Пустота Пространство Естественно Не заполняется Тканью Венозный Сразу Все синусы А если Гровенозные Сосуды Впадают В этот Синус То Заполняется Он Соответственно Не тканью А крованой Так вот У всех Позвоночных Происходит Сразу Две штуки Во-первых Резко Сокращается Глобка Глобка У нас Теперь Не на Сто Слишним Жаперных Щелей А всего Только На Семь Жаперных Щелей Глобка Стала Намного Короче И вот Дальше Уже Пошла Почеловительная Система Смотрим Новоцетника Сразу За глобкой Стояло Место Встречи Кровеносных Сосудов А теперь Заказ На Мощную Кровеносную Систему Перед Этим Участком Вот Вот он Древний Синус Я его Синеньким Сейчас Огляну Он Как будто Так и Остался Но Перед ним Возникли Камеры С мышечными Стенками И Эти Камеры Разделены Клапанами Вот Теперь При Последовательном Сокращении Камера Клапан Не пускает Кровь Обратно Так Мы с вами Разбирали Как работает Карманчиковый Клапан Со Штаниной Помните Обратный Поток Может Пройти Сквозь Клапан Нет Карман Закрылся Так В результате При Последовательном Сокращении Камера Кровь Под Сорвидным Давлением Выбрасывается Вперед И Вот Теперь Когда В Брюшной Волоке Развели Хорошее Давление В Жаберных Артериях Можно Ставить Разветвленные Капиллярные Сети Пока Давление Было Слабенько Можно Было Ставить Капиллярные Сети Вот Здесь В стенке Жабы Скажите Пожалуйста Я себе Возьму Шарик Щелкну По нему Он Покатится По поверхности И Сколько Раз Он Подмет Зимной Шар А Почему Я же Ему Придал Импульс Трение Трение Силу Трение Почему Нельзя Ставить Капиллярную Систему В сосуде Если В сосуде Недостаточно Разных Давлений На Ход И Выход Огромная Трение Капилляров Просто Остановит Поток Не хватит Энергии На преодоление Трения А вот Сейчас Мы Создали Хорошее Трение На Ходе Теперь А теперь Можно Брать И ставить Вот здесь Разыгранную Капиллярную Систему В каждой Жаберной Щели А С той Жаберной Щели Поток Воды Из Глотки Идет На Улица Ну Вам С этим Вспоминать Идет Или Не Идет Идет Классно И Посмотрите Мы поставили Капиллярные Сетки Там Где Гарантированно Идет Поток Воды На Улицу Это Свежая Вода Из Нем Кислород Что Не Загорали А Это Какие Органы Мы Получили Органы Дыхательной Системы Первые Специализированные Органы Позвоночных Как Вот Называться Жабры Вот Это Жабры У Ланседников Жаберные Щели Есть А Жабры Нет А У Позвоночных Кстати Вы знаете Как правильно Звучит Жабры Жить У всех Органовых Мы с вами Органовые Или нет Органовые Органовые На Определенном Этапе Развития Вот Сейчас У нас Здесь присутствующие Жабры Есть Или нет Развитие А Когда Вам Было Месяц От Момента Зачатия И Вы Все Сидели В пузе У Мама Своей Жабры У вас Вполне Складывались Точнее Складывались У вас Жаберные Щели А вот Этих Жаберных Капиллярных Систем Не было Не было В них Необходимости В Мореонерном Развитии А вот Жаберные Щели Должны быть Боковых Стенках Глобки Они Формируются Мимо этого Этапа В развитии Проскочить Нельзя А где Они Вот здесь Очень редко Примерно На 25-30 Миллион Человек Возникают Случаи Когда На самом деле Это артология То есть Родство Родство Не случайно А в некотором смысле Закономерное Снимаются Блоки Со старых Программ Нарушаются Программы Регулировки Развития И В этом Случае Рождаются Люди С признаками Внешне Напоминающими Признаки Препут Один из Вариантов Это Рождение Ребенка С Отверстиями Вот здесь Жаберные Щели Но Как правило Это сопряжено С такими Нарушениями Развития Что дальше Не живут Про хвостатых Людей Слышали А вот это Ну у нас Музей Топология На Манежке Там вообще Хвост Солдата Петрова Такой стеклянной Комбе До сих пор Очень трогательная История была Мобилизация Российской армии В обмень Первом мировой Шла И Деревенские Парни Проходили Один из Комиссий Крепрезы И врачи Видели Солдатик С хвостом И они Им предложили Пойти на операцию Тот обрадовался Как не знаю кто Потому что Этот хвост Ему Ушел Всю личную Жизнь Любая Барышня С которой Он пытался Подружиться Как только Видел хвост Пытал его весом И Тут же Прекращалось И отношение Так что Ко всего Общей радости Хвост был Отоперирован И хранится Теперь В музее Антропологии Не очень большой Вот такой Примерно Ну вот такой Хвост Он даже Инфоматик Вполне себе Кто знает Как называются Вот такие Древние ошибки Мутация Не Мутация Это любая ошибка А вот такой Тип Изменения Якобы Возврат К прежнему Признаку Атавизм Атавизм Бывает Атавистическая Волосавность Это когда Волосы Такие Как на голове Растут По всему Тело Вообще Отличие Между головой И лицом В этом случае Нет И опять же Между головой И лицом И пузом Отличие Никакое Очень редкий Случай Но описан Достаточно Разнообразная Коррекция Атавизма Такого Это к слову О жертвенном Челях А теперь Вы помните Я же ведь начал Отдел описывать Когда говорил Про пищевод А с пищеводом Это вроде Какая связь В организме Все взаимосвязано Смотрите У нас Ну во-первых Мы усовершенствовали Кровяный стоп Перенос Доставков Питательных Веществ К мышцам И усовершенствовали Газобин Гроб говоря Горбюра В эту дверь Предоставили Теперь Надо Усовершенствовать Пищеводом А для этого Надо Отказываться От фитрации И переходить Уже В таком Нормальном Питании Усками Пищи У лазольной А в этом случае Надо Где-то В пищеваринке Поставить Накопитель Для пищи Но вы же Не каждые Там Полторы минуты Живете Не каждые А это значит Погели Порцию пищи Себя запихали И она Где-то там У вас лежит И постепенно Переваривается Перерабатывается Так Потом Следующую порцию Закинули Так вот Как называется Такое расширение Такая камера Хранения И гердичной Обработки Это Ежелубок Ну и давайте Попробуем На схеме Лансетника Желубок Поставить Сразу За губкой Что будет А почему Главное Венозный Синус У нас происходит Позвоночное Что будет Если у него Вот здесь Стоит Желубок Звей Позавтрак Вы что Сердцу Более сильно Грустно А что Зажило сердце Поэтому Никогда Желубки Не стоят Сразу За губкой А существует Вот такой Проход Мимо Перикардиального Района Так Вот этот Проход И будет Называться Пищевод В пищеводе Никаких Процессов С свежим Пищеварением Ни у кого Не бывает Это просто Дорожка Мимо Района Сердца А уж За районом Сердца Там Мога Накопить Желубок Ну а дальше Главная Переваривание Обработки И всасывание Пищи Кишечник Еще один 20 вопрос Это давайте Кардиология Знаю А что такое Перикард Перикард Дело в том Что сердце У всех Позвоночных Располагается В своей Собственной Упаковке Вот есть Внутренняя полость Тела Где располагается Внутренний орган И в этой Внутренней полости Представьте Пакет Пакет Герметичный И внутри Этого пакета Собственное Наход Сердце В этот пакет Входят Только нервы До управления Ну и Приносящие Выносящие Кровеносные сосны Больше никаких Отверстий До него Идет Пакет Это называется Перикарда Или Околосердечная Солнка А зона Нахождения Сердца В организме Называется Перикардиальная Зона Ну полость Между стенкой Перикарда И самим Сердцем Значит Перикардиальная Полость Или полость Перикарда Или Околосердечная Полость Так Хорошо Ну и последний Сегодня вопрос Вот такой Вход в тело У всех позвоночных Один единственный И называется Будет Родовое отверстие И ведет Он в головку Волка Это дорожка Ковнутренним Оходом Исключения нет Это у всех Позвоночных Так Вход Только через головку Дальше Волки Могут Возникать Какие-то Перегородки Но это же Дело вторичное А теперь Давайте подумаем От выходов На улицу Сколько там Выходы Все Отсюда Считаем Какие системы Должны иметь Свой выход На улицу Пищеварительная Пищеварительная Раз Половая Два Дыхательная Зачем Дыхательная Через блок Стас Выделительная Выделительная Так У нас с вами У млекопитающих Все три системы Разделены У них Три отдельных выхода И это очень редкая Конструкция И далеко не Самая лучшая Станете из вас Стратегические игры В компьютере Даем угодно Вам на выбор Предлагают Обронить Две Разные Крепости Укрепление У них Одинаковой Мощности Гарнизон Одинаковый Запас Отдовольствия И Болитарепас Одинаковый Но В одну крепость Ведут Одни Ворота А в другую Крепость Ведут Трое Ворота Такую Крепость Выберите Трое И Свой Борнизон Будете Делить На Три Части Чтобы Обронять Каждые Ворота Водительства По условиям Игры Вам Дана Ситуация С которой Вы Дальше Будете Действовать Так вот Выберите Укрепление С одним Воротом Или С трех С одним Концентрация Сил Ворот Самое Слое Войне Стоя Так вот У нас На Выходе Открываются Трое Ворот А Подавляющее Большинство Хурдовых Точнее Позвоночных Все Три Выхода Сзади Объединяют Вместе Именно Так Кишечник Половые Протоки Ночи Суспательный Проток Ночевой Пузырь Туда Дорог Путь Вот Такая Общая Пусть Куда Открываются Все Три Системы Называется Плавка Дорога Зверь Дорога Яйцер Яйцерождение Дорога 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 отделяющая мочеплава синуса